Итак, вы спрашиваете, как я очистила кишечник. На тот момент мне пришла такая методика 10 дней гречневой каши. Вот гречневой каши ешь сколько хочешь, хоть 3 килограмма, но только гречневая каша, такая монодиета называется. И совсем мало воды, там где-то стакан воды в день. То есть эта каша адсорбирует на себя все эти и выносит. Но это было, сколько лет, наверное, 15-20 назад. Тогда это был единственный метод, как очистить кишечник. Вот сейчас я беру разные шроты, клетчатку. И утром стакан с ложкой шрот, очень расторожен. И вечером перед сном ложку шрот. Еще один из методов, которые я очистила кишечник, это... Я сейчас уже не помню, в какой компании я брала. То ли герболайфи, то ли в Амрите. По-моему, в Амрите я брала комплекс именно на очистку кишечника. Так как я периодически всегда что-то чищу, то есть раз в квартал стабильно я выхожу на какую-то очистку. То от паразитов, то от всяких слизей, то еще что-то. Поэтому комплексы беру в разных компаниях на очистку кишечника. Но вообще, как бы это основа, чтобы кишечник очищался каждый день. Желательно, конечно, два раза в день. Вот мы питаемся три раза в день, значит, три раза в день. Желательно, чтобы он очищался. Вот следить за этим. И каловые массы должны быть очень-таки мягкие, очень легко выходить. Если они тяжело выходят, это говорит только о том, что вы или мало воды пьете, или мало клетчатки едите. И найдите свой способ, который вам помогает. Также еще я одно время прямо подсела на это и делала двухразовое на неделю голодание. То есть среда и пятницу я брала. Последний раз ела, например, во вторник в четыре часа. И получается, в следующий раз я ела в четверг часов в десять утра. Получается вот такие. И точно так же в четверг вечером последний раз в четыре часа кушаю, пятницу голодаю. И в субботу часов в десять, одиннадцать, даже в двенадцать начинала. Тоже очень хорошая идет очистка. И в этот момент шрот, я продолжаю дальше пить, и яблочную уксус со стаканом воды обязательно пью. Вот это мой метод. Ищите свой метод. Расскажите, что у вас интересного получилось.